Недавнее заявление создателя социальной сети Telegram Павла Дурова вновь заставило усомниться в своих гаджетах гражданам всех государств. Речь идет о том, что хакеры могут получить доступ к содержимому телефона, где установлен WhatsApp. По словам Дурова, это стало возможным благодаря проблеме в системе безопасности, раскрытой WhatsApp на прошлой неделе. Две критические уязвимости, которые относятся к более старым версиям программы для телефонов Android и iPhone. Отметим, что подобные проблемы с системой безопасности мессенджера случались с 2017 по 2020 год. А до 2016 года в WhatsApp вообще отсутствовало шифрование данных. Те угрозы, о которых говорится в этой новости, они связаны с тем, что через безопасное фактическое приложение WhatsApp, то есть в самом WhatsApp нет очевидных скрытых скриптов, можно запустить выполнение такого кода, который может дать доступ к самому WhatsApp. Ну а, соответственно, что значит доступ к WhatsApp? Это перехват соединения, сообщений или это, например, доступ к файлам или доступ к галереи. Все, что хакеру нужно сделать, чтобы получить доступ к вашему телефону, это отправить вам вредоносное видео или начать видеозвонок с вами в WhatsApp. Дуров уверен, что не спасет устройство и обновление приложения до последней версии, потому что считает, что и там уже существует новая брешь в системе безопасности. Обывателю может показаться, что данное заявление всего лишь заговор против конкурентов. Однако создатель Телеграм отметил, что не нуждается в дополнительном продвижении, так как имеет более 700 миллион активных пользователей. Еще по 2 миллиона человек каждый день устанавливают это приложение на свои устройства. Хакеры могут получить доступ к телефону через приложение, через разрешение этого приложения. То есть первый важный момент – это то, что устанавливаемое приложение само по себе получает разрешение на совершение определенных действий. Доступ к файлам, доступ к галереи и так далее. Но на самом деле сами приложения контролируются той платформой, на которой вы их размещаете. То, что разработчики размещают на платформе App Store или Play Market, оно проверяется этой платформой с точки зрения отсутствия каких-либо уязвимостей. Для полноты картины стоит вспомнить историю хакерской атаки на смартфон исполнительного директора Amazon Джеффа Безоса. Сам инцидент произошел еще в 2018 году, но огласку получил только сейчас. Удалось выяснить, что взломать мобильное устройство могли при помощи вредоносного видеофайла, отправленного через WhatsApp. Предполагается, что злоумышленникам удалось получить большой объем конфиденциальной информации всего за несколько часов. Однако, что именно оказалось в распоряжении хакеров, не сообщается. В конце сентября разработчики мессенджера WhatsApp сообщили о критической уязвимости в недавних версиях мессенджера для смартфонов iPhone и других гаджетов, работающих на Android. Однако, разработчики заявили, что устранили обе бреши в безопасности мессенджера в новых версиях мессенджера 2, 22, 16, 12 для iOS и Android. Карина Саяхова, Универньюс.